Добрый вечер! Добрый вечер, архитектура Москвы! Вы лучшие, потому что вы здесь! И вот наступила наш 12-й, 12-я встреча. Вы знаете, как быстро пролетел этот год, и как печально сегодня проводить эту встречу в то же самое время радостно. Друзья, вы помните, какой сегодня день? Сегодня 21 декабря. Сегодня день зимнего солнцестояния. И в 19 часов 38 минут, буквально через 9 минут, когда Никита Игоревич начнет рассказывать о своей архитектуре, Земля перейдет в ту точку, которая будет приближать нас уже к светлым дням. И в эти минуты, в эти секунды собирайте, аккумулируйте энергию нашу, друг друга. Все положительное, все, что есть, и все положительное, то, что было в течение этих 12 месяцев. И вот такой вот завершающий, совершенно потрясающим сегодня энергетическим и информационным посылом к вам будет выступление Никиты Игоревича Евеина. Это город Санкт-Петербург. Это студия 44. Вы знаете, я была, и я с огромным удовольствием прихожу к Никите Игоревичу в его мастерскую. Это замечательное место, где кинематографисты снимают свои фильмы. Это замечательное место, где собираются совершенно потрясающие, талантливые люди, где рождаются идеи. И вот сколько лет, я могу сказать, что мы много лет знакомы с Никитой Игоревичем, сколько лет мы общаемся, это человек-слово. Вот в прошлом году Никита Игоревич получил вторую государственную премию, а прошлый год был високосный. И вот как сейчас помню, 29 февраля я звоню, говорю, Никита, нас 300 архитекторов ждут в Краснодаре, а в этот день Никита Игоревич получил государственную премию, он уже собрался ехать в Петербург с семьей, с коллегами, с друзьями, привезти это приятное известие, отметить эту премию. Ирина, у нас же вот в Краснодаре, и мы 1 марта должны быть. И Никита Игоревич говорит, Лена, я прилетаю. И мы 1 марта встречаем его в Краснодаре, и Никита Игоревич нам рассказывает о себе. Полный зал, люди стояли вдоль стен, сидели на ступеньках. И вот это вот отношение я и Никиты Игоревича именно к своим коллегам, совершенно уникальное. А чем был замечательный 15-й год? Вы знаете, это уникальный случай, единственный в мире, и он никогда не повторится. Никита Игоревич получил 2 премии ВАФА, Всемирного архитектурного фестиваля в Берлине. Как так, 15-й год, Крым наш, и вдруг архитектор из России получает 2 премии, все были обескуражены. Это не входит в правила ВАФА, но так решила жюри, которая судила, рассматривала, придирчиво рассматривала проекты и других кандидатов на эту премию. Это случай для России совершенно уникальный. И это Никита Игоревич. И его работа в Сочи, его работа в Петербурге, в других городах, в Казахстане. Вот это связано именно... Вы увидите эту мощь, эту силу, силу таланта. А когда мы снимали этот фильм, и у нас была съемка, когда мы уже на экране отсматривали, выбирали эти кадры, я Никите сказала, Никита, ну ты вот здесь как купец первой гильдии. На что Никита Игоревич сказал, купец первой гильдии по статусу рангах, это генерал-майор. И мы знаем, что если купец первой гильдии сказал, он сделал, и не надо никаких договоров. Вот так же, так работает, так творит, это даже не работа, это жизнь. Так живет Никита Евей. И поэтому, друзья, я с огромным удовольствием вам представляю своего замечательного, своего любимого друга Никита Евейна, город Санкт-Петербург. Ну это какая-то беда, вы что-то тут наговорили, слишком много, явный перебор во всем. Ну ничего. Я честно извиняюсь, я не очень представял себе аудиторию, мне показалось, мне сказали, что это будет чисто молодежная аудитория, но что-то как-то так, средний возраст вполне взрослый. Значит, я немножко облегчил, поэтому и включил какие-то более старые работы, я думал вначале больше на последних, но либо их не стоит показывать, поскольку рано, мы знаем, что это страшно, не до конца сделанные проекты показывать, тем более не до конца согласованные, либо они слишком умные, я как-то, ну такие умные в плохом смысле слова, я испугался. Ну ничего, тогда тут будет несколько таких не совсем свежих проектов, вы уж извините за это, я немножко не поймал, наверное, аудиторию. Ну вот это вот тот самый проект Центра Калининграда, это в чистом виде экспозиция, которая была в Сингапуре, значит, действительно, там такая обстановочка довольно любопытная, но вот я вот расскажу примерно, как мы говорили это все, но в таком, конечно, съеженном варианте. Город Калининград, бывший Кенигсберг, довольно смешное образование для нас, очень непривычное. Главная его, наверное, сложность для нас восприятия, что это город, состоявший из нескольких городов. Это маленькие крошечные города, да, каждый имел по Магадебурскому праву свою, значит, свободу, свои органы управления, они еще периодически воевали друг с другом, ну там войны такие смешные, совсем европейские были, но вот этот Альштадт, этот Кнепхоф, позже там еще несколько получили права городов, и был замок Тевтонского ордена, который тут, значит, наводил порядок, когда слишком разгуливалось местное, как бы. Вот так он примерно выглядел перед войной, вот в таком примерно виде, а вот эта картинка, значит, до и этой же точки после. Англичане разбомбили, мы там были совершенно ни при чем, англо-американцы, в основном англичане. Примерно там было то же, что в Дрездене, погибло тысяч 30 человек в пожарах именно, но об этом меньше известно, поскольку, ну, понятно, все это отошло на нашу территорию, и оставшее население покинуло этот город. Ну, вот это то, что осталось, это картинка 60-х годов, это вот здесь Канта, известный собор, и вот здесь был недостроен такой, ну, по-разному его там называют, ну, все как-то так жестко, обком, хотя в нем что-то есть, безусловно, большая заслуга. Вообще все это довольно любопытно, что центр города оказался, в общем, не сильно застроенным. Вот это самый геометрический центр города, вот это бывший Альтштадт, это бывший Кнайпхов, ну, Кнайпхов, но это главный, как бы, центр. Значит, единственное, что, что имея радиальную систему, которая вот так окружала центр, значит, что наши сделали, в общем, абсолютно в рамках такой примитивной логики, они основные магистрали пересекли в центре, и в центре возникла некая развязка такая, в центре города геометрическом есть некая развязка. Значит, на самом деле, вот этот кусочек, вот это совсем только что построили, эту дуру страшную, а так вообще все вот это в советские времена, как будто держали для чего-то вот будущего. Как будто держали для чего-то будущего. Ну, первое, что мы сделали, вот этот как бы крестик, отрезали, это целая система, там была транспортная, ну, я ее коротко, не буду рассказывать о ней. А второе, ну, как всякий житель Санкт-Петербурга, мы уверены, что центр должен быть на воде. Это уже сидит в подоснове, и мы, значит, очень удивляемся, как там центр, вот где замок, надо его, конечно, на воду, на остров, и это реальный центр. Второе, мы понимаем, что то, что это разные города, и то, что у них, у каждого города, был свое строительное право, и свои вообще правила, которые достаточно сильно отличались, в этом есть как бы главная специфика этого места и этого города, и надо это увеличивать, поэтому для каждого кусочка мы сделали свой регламент, написали. На базе старого регламента, но совсем, конечно, не старый, потому что невозможно старый написать, там много таких моментов, ну, которые надо менять. Ну, расскажу, какие мы регламенты написали, что из этого всего получилось. Ну, первое, остров, город Кнайпхов. Вообще, это был город со своей кирхой, само собой, ну, это еще был католический вначале, потом уже кирхой стал, вот где могила Канта площадью, со своей ратушей, со всеми своими элементами. Но сегодня он стал неким такой аморфным зеленым образованием. Нам показалось, что вообще, поскольку сейчас, естественным образом, сюда как-то сползает центр, а мы считаем, что сюда он и должен сползать, то вообще, то, что в центре оказывается парк, это здорово, что он не застроенный. И мы пытаемся его сохранить. Но надо как-то вспомнить все-таки о том, что здесь было. И мы, видя, что и сегодняшние парковые аллеи не сильно отличаются по трассе от старых улиц, мы это все выводим в некий принцип. То есть, аллеи – это улицы, значит, соответственно, зелень – это дома, ну а там, где площади были или еще какие-то пустые пространства, надо делать цветники. И, в общем, вот это все каким-то образом, ну вот, показали, что вот был город, сегодня, в общем, такая достаточно беспорядочная вещь, тут плотная зелень, но она как бы выстраивается по принципу того города, который здесь был. Это, в общем, взято из других наших каких-то проектов, но не важно. Ну и плюс воссоздание семь мостов Эйлера. Я вообще считаю, что всякие городские мифы – это, не дай бог, их надо, чем богаче город, тем больше у него мифов. Не дай бог их терять, надо их всегда как-то восстанавливать. И вот мы восстанавливаем эти семь мостов, которые загаданы, основа топологии. Ну а, значит, здесь, где была площадь, там, значит, цветник. Теперь второй Альтштадт. Вот именно за Альтштадт мы получили первое место и в конкурсе, это был довольно серьезный международный конкурс с большим количеством участников. расскажу такую байку, я ее люблю рассказывать, но это правда, поэтому, как всякие байки, она уже такая мифологизирована, что мы прекрасно понимали по ситуации, так чуть-чуть догадываясь, что должен победить немец. Это установка русского жюли, совершенно четкая, что должен немец, ну, чтобы как-то инвестиции, там, то есть, пятое-десятое по сроку. И мы решили, мы будем косить под немцев. У нас, значит, было русский-английское, у нас было русско-английский-немецкий, третий язык был вставлен. Более того, немецкий был идеально написан, а в русском куча ошибок. Причем, такие ошибки явные, у меня такая есть немка, ну, там, она, в общем, какие типичные ошибки, которые немец делает при переводе на русский. И мы их там вставили довольно густо, всюду, в записке. Ну, и так далее. Там куча таких моментов. И вот, забыл, как мужика зовут, из Новосибирска. Вот он в Перми работал. Господи, но он был, а, Ложкин. Вот, и он как раз вскрывает конверты, они, значит, четко разделили. Вот это будет, там, француз, там, а тут немец. Открывают, бабах, значит, студия 44. Губернатор вышел, значит, но поскольку они все-таки были, они не вскрывали конверты, как у нас часто делается перед тем, с чего уж будем говорить, они играли, все-таки решили играть по правилам, это была их ошибка. Губернатор хлопнул дверь и вышел, значит, обиженный, возмущенный. Вот, ну, а Ложкин звонит, говорит, ну, слушай, немец выиграл, говорит, ну, в общем, купили всю эту систему довольно легко. Вот, ну, неважно, это такая, ну, просто надо, вот такие вещи, это правило, в общем, профессийное. Значит, а вот, что? Не, ну, как? Ну, ну, а что это сделать? Вот, значит, а вот за что мы, в общем, победили-то, вот во всем в этой истории, это за новый Альштадт. Вот картинка, которая дает некую, на наш взгляд, ну, и, в общем, этот взгляд, многие, как выяснилось, разделили, некую новую способ возрождения города исторического, да? Ну, есть радикальный способ Варшавы, там тоже все снесли, потом все пытались воссоздавать, в общем, по документам. Ну, понятно, там фасадики, там где-то первые этажи, да уже, в общем, сегодня видно, что это некий макет, ну, и что? Ну, как бы, когда национальная гордость, значит, создали макет там, ну, у нас похоже, в общем, Пушкин и Петродворец, в общем, похоже. Петергоф. Вот. Есть второй способ, что, ну, там как-то воссоздать, там, уличную сеть, и как-то там по высотам. Ну, в общем, тоже не работает, поскольку новый город, и он совсем другой, он по структуре. Мы попытались какой-то третий влезть на елку, ну, и не поцарапаться. Значит, как, в чем эта идеология? Идеология такая, вот был, как бы, некий исторический город с подвалами и так далее. Вот, его весь, значит, выровняли, и вот, примерно вывели, вот на такой уровень. То есть все снесли, потом заровняли и вывезли на такой уровень. Вот сегодня он такой. Теперь мы его раскапываем, но только меня за этот самосвал, сколько не ругали, что самосвалы мне раскапывают, ну, не важно, вручную раскопали, надо человека здесь, значит, с лопатой поставить. Вручную раскопали, но раскопали не до исторического уровня, улицы до исторического уровня, а дворы до уровня подвалов. И, как бы, по неким новым правилам, о которых я расскажу, воссоздали, как бы, геометрию тех домов, которые есть, не напрягаясь воссозданиями фасадов, но выдавая некие основные правила, там, использование материалов и так далее. А в подвальной части создаются общественные пространства на этом уровне, в которые выходят аудентичные подвалы, а подвалы были во всех домах, и они все практически сохранились. Это мы знаем как по частичным раскопкам, которые были проведены, так и по ситуации. Значит, и вот основные правила. А правила довольно простые. Процент остекления, угол наклона. Единственное, такое правило, вот довольно смешное, чтобы восстановить разнообразие высотное, мы говорим так, чем уже участок у тебя, тем выше ты можешь строить. Это делается, ну, выше, относительно выше, конечно. Делается для того, чтобы высотность играла немножко. И, соответственно, ну, где какие-то очень большие деревья сегодня выросли, ну, значит, будем не застраивать. И внутренний двор, он выходит на более низкую отметку, чем он когда-либо был, и, соответственно, это обязательно должны быть первые два этажа, общественные пространства и все прочее. Ну, вот, картинки все это, в общем, тут более-менее показывают. Вот, либо два этажа, либо один большой этаж и так далее. Ты можешь дальше делать. И все это на пятнах исторических домов воссоздается. Дальше мы сделали, в общем, довольно любопытный эксперимент. И это действительно так. Я не совсем вру, ну, подбираю, но не совсем. Мы, у нас было 4 студента, ну, три вот таких из академии, неплохо рисующие. Мы дали им эти регламенты и сказали, а вот, ребятки, теперь, значит, вот сделайте-ка нам картинки с них, да, ну, домики придумайте, и картинки. И они сделали картинки. Мы их там чуть-чуть помогли с рендерами. И вот получились такие картинки. Вот это как бы со двора, а это, значит, вот с улицы. Ну, там еще несколько, ну, наверное, хватит. Вот это вот те, они все у нас, а нет, двое у нас работают сейчас. Ну, и дальше, в общем, примерно те же схемы, но на другие участки. Это там участок приморский, вот такая схема, тоже свои регламенты, точно по той же схеме. это припортовый участок, но он был застроен аналогичными вещами. Это там тоже припортовый, но он, видите, вот он другой был совсем. И все вместе создает, в общем, такую некую среду, достаточно, ну, на наш взгляд, любопытную, среду исторического города, но сделанную в новых материалах. Ну, чтобы уже добавить, я тут выкинул в последний момент пару очень серьезных таких градостроительных работ, там по серому поясу и прочему, но напоминаю какие-то вот такие работки, которые я вот попытался сейчас в реновацию московскую, в общем, перенести в той или иной мере. Но все мы любим идеальные города и считаем, что это невозможно реализовать. Мне показалось, что это все-таки довольно можно. Ну, это вот Бастиды, там где-то 80 на 80, всем известная Барселона. И парк. Парк, я считаю, вот небольшие городские скверы, они становятся сегодня центром общения. Может, потому что я живу недалеко от Таврического, но это единственное место, где я могу встретить определенных людей, которые туда все время входят, и где есть реальное соседское общение. Я не знаю, кто у меня живет на лестничной клетке, но знаю тех, кто туда ходит. Особенно, когда у меня дети были маленькими, и вообще мы всех друг друга знали, и это мне даже жалко, мы встречались потом и так далее. Потому что, ну, выходишь, там, кто пиво пьет, кто что-то покрепче, ребенка выкатывают, там, друг за другом следит, как-то там рядом шахматы играют, девицы там чего-то судачат, там, нас, может быть, обсуждают, не знаю. То есть некое общение возникает, и это во всех парках оно реально возникает, особенно в центре исторического города. И мы попытались, да, тут еще это все такие памятники были на берегу Невы, мы попытались вот это реализовать, такую мини-схему в рамках советского такого микрорайона нашего, российского. Создав некие системы, ну, условно говоря, создав некую систему бульвара в сторону воды, улиц поперек, некую площадь в середину, и там ворота в эту площадь и так далее. То есть все оказалось, в общем, в наши нормы более-менее лезет, и достаточно плотная застройка. Ну, картинки у меня со старой, но, в общем, я вот такого рода схемки, мне они как-то кажутся более-менее реальными. А вот теперь второй проект такого же рода, хотя у нас их уже на самом деле несколько, но я такие наиболее радикальные, это уже в пригородной зоне, это около Пушкина, ну, если кто знает, вот он сам Пушкин, Парки, там Александровский дворец, Екатерининский дворец, вот это все регулярно, и вот такой здоровый кусок. Значит, размеры кварталов. Голландцы будут, конечно, ругаться, но они не 100 на 100, не 70 на 70, сам квартал, ячейка, а почему-то больше. Вот хоть тресни, но они больше. Где-то 150 на 100, там, 30, где-нибудь так. А вторая тема, которая мне всегда тоже, это с детства у меня была тема, мне казалось, что баскет, баскетные регулярные сады, это идеальные модели городов. Вот такие модели городов, когда ты внутрь баскета ходишь, ты во двор вошел. Мне хотелось всегда эти баскеты оживить. Я вот тут пытаюсь это сделать, мы пытаемся это делать. То есть, вот система как бы идеальных городов, но это баскеты. Каждый из них, причем, хотя он весь, все одинаковые квадраты, каждый имеет свое заполнение, совершенно другое. И квадраты тоже почему-то 120 на 20, но не нравятся мне вот эти голландские 70 на 70. Хотя у них, я понимаю их логику, это один владелец, но почему-то, вот они, баскеты, вот видите, да, каждый один там с горкой, другой такой, вот картинка этой баскеты, знаменитая. И центральные районы тоже любопытны, но они все двухслойные. И это тоже землевладение внутри. Почему это, я не знаю. Но вот так сложилось, и так живет этот город. И потом этот город тоже любопытен. Это город городков. То есть Катька, она, Екатерина II, она все время вот это любила, такие создавать в городе городки. И в каждом она всегда пыталась воссоздать некий образ жизни. Вот китайская деревня, там, ну, позже уже, Федоровский городок и так далее. Там их много было. Она даже называла это занимательной архитектурой. То есть, условно говоря, это городок, в котором вот вам Египет, вот вам, значит, Готика, тут уж самая мусульманская архитектура, здесь какая-то китайско-буддистская, здесь такое вот, она считала это таким средневековникам. И мы попытались, ну, разбив вначале на квадраты, получив там какие-то кучи всяких ограничений, вот видите, там даже просвечивают некие пушкинские баскеты. Мы вот попытались создать вот такую систему геометризованного узора, который, в общем, напоминает разные прототипы. Я там не буду говорить, ну, вот это, тут уже два слова про сам, ну, это тут детсады, понятно, здесь школы, здесь торговля разная, там, городская, здесь все это вместе все образовалось. А вот теперь как бы по прообразам. Вот эти прообразы, вот этот прообраз у него архитектурный. Есть такие типовые кваренгевские, как бы, городки, как он их себе представлял. И мы прямо планировку попытались из этого городка взять, но придав ей некую геометризацию отдельную. А вот самые главные наши, четыре наших баскета, у них как бы у каждого свой характер. Там один, он такой парковый, другой средневековый, четвертый условно, условно, значит, восточный, восточный, следующий условно русский, ну, а это все дает свою какую-то архитектурку, свой, и такой средневековая крепость. Ну, а вся египетская, как бы, волна, она вся приближается к главной улице, которая здесь есть. Это главная улица, которая идет вот к этим египетским воротам. Вот здесь, значит, помните, такие в детстве изучали, там, гробницы царевин, да, там много-много-много таких маленьких-маленьких пирамидок. И вот все вместе, вот создает такой ковер, который на самом деле достаточно удобен и экономически он очень плотный. Очень плотный, при ограничении высотности, он, в общем, создает некую. И, может быть, и в самой, как бы, рисунке уже домиков тоже немножко, ну, прогнать эту идеологию. А вот так, ну, не знаю, какой-то такой градостроительный блок попытался закруглиться. А вот сейчас еще один блок попытаюсь. Не знаю, как, ну, в Москве, по-моему, тоже. У нас очень много волна, особенно у девелоперов. Не знаю, где ударение ставить, ну, будем девелопер называть, да. Сделай петербургский стиль. Вот надо петербургский стиль, конкурсный петербургский стиль. Ну, в 50% случаев это жуткая такая неоклассика времен культа личности лезет и называет себя петербургским стилем. Надо вообще какая-то жуткая пошлятина, да, да, еще что-то. Ну, и когда ты всем этим возмущаешься, тебе говорят, так ты возмущаешься, ты не можешь просто. Ну, не можешь, так вот и не. И нам, ну, мы говорим, не, ну, давайте попробуем. Ну, вот стали пробовать. Вот несколько вам примеров попробуют дать. Это питмол, так называемый. Это бывший мясокомбинат мясокомбинат в центре города. Это московское шоссе, наверное, многие здесь знают. Московские ворота и обводный канал. Это, короче, место, где забивали скот. Вот сюда его пригоняли по московскому тракту, либо привозили на кораблях небольших по обводному, и вот здесь его забивали. Еще в 2010 году он был такой, а потом уже Шерлемань, он сделал из этого вот некое такое архитектурное событие, да, с главным домом, с часовней, с ограждением, в котором были такие офисы, да, там, и в центре вот с самим скотным двором. Здесь его забивали, здесь тут что-то и молились параллельно, и, в общем, все это, потом полуфабрикаты возили уже в город. Значит, вот так это все выглядело. Быков увезли, но они живы, в принципе. Вот примерно это так. На самом деле, вся планировка четко копировала римский лагерь, даже без каких-либо. Но это начало 19 века, только вот вместо, значит, консула палатки здесь был, значит, этот самый, часовня стояла. В принципе, четко, четыре ворот, ворота немножко смещены, вся схема очень жестко копировала. И мы, получив вот эту же схему с сохраненным периметром, ну, хотя он сейчас сильно изменился, но неважно, мы попытались воссоздать эту же систему римского лагеря, но в какой-то новой планировке, которая здесь. Только вместо коров у нас вот дома появились. И попытались, соответственно, и провести дальнейшую всю архитектурную линию тоже, вот исходя из того, как мы это себе представляем, через систему вот таких четырех достаточно, ну, ну, очень многие моменты продлевая от кирпича с белым, то есть, вернувшись в двусветности, от колоннад на верхних зонах, которые некий символ всегда петербургской архитектуры, до многих других моментов. и система пересекающихся вместе с тем проходных дворов. Ну, в общем, эта тема оказалась довольно популярной, поэтому мы уже так бы стали специализироваться на такой вот этой геометризованной классике, назовем ее так, и вот следующий дом, который нас вот сейчас просят сделать, вот я тоже вам покажу, вот такая некая геометризация. А другой вариант в этом же духе это попытка, ну, в другом масштабе все это сделать. Нам дали довольно большой вот кусок, вначале это там был офис на гостиничной, сейчас это там больше спортивный центр, ну, и мы попытались, найдя, выработав некую систему небольших фасадиков, вот попытались с них скомпоновать некий вот такой квартал, каждый дом из которого немножко разный. И, в общем, в той или иной мере вписать его вот в ту застройку, которая его окружает, а это застройка в основном 18 века, именно времени того, когда Петербург был трехэтажным. И вот наша попытка пойти в это, в этом направлении, в последних уже решениях мы ушли от, слава богу, от мансардного этого дурацкого этажа, и все, в общем, стало получше. А вот теперь другая ситуация, другая ситуация, это, ну, та же самая задача, по большому счету, нам, заказчикам ставилась, но в новом квартале, совершенно новый квартал, это улица Тепаново, это квартал, вот как бы со сбитым, но я бы назвал его московским масштабом, да, то есть 70-80 метров, то есть, ну, такой совсем другой масштаб, и как ее, мы долго, честно, мучились, как-то попасть не могли, вокруг тоже какие-то такие достаточно амбициозные здания, ну, разного уровня, так сказать, мастерства, и как во все это вписаться, в такую ярмарку тщеславия, ну, мы попытались выйти со своим тщеславием, мы как-то смоделировали так себе ситуацию, вот Фомин, привыкший строить такую неоклассику 3-4 этажа, или там еще что-то, даже в Иваново-Вознесенске, поет в Москву, и начинает, вдруг, выпадает в другой масштаб, он просто выпадает в масштаб, ну, не только Фомин, там, все питерские, которые приехали сюда, они выпадали в другой масштаб, и как бы он отреагировал на эту ситуацию, ну, вот взяли вот этот дом, довольно он известный, знаете, проект Нарком Тяжпрома его, ну, вот, как некий такой образец, вот, как бы петербургский архитектор, который, в общем, строит в центре, вдруг, оказавшись в новостройках в московском районе еще, да, все равно, как он попал в Москву, да, с другим масштабом, там, с масштабом, там, 20-этажных зданий, и так далее, как бы он себя вел, и вот мы, как бы, попытались это себе представить, и вот, сделали вот такую вещь, вот такую вещь, то есть, вот это некая, целая, чуть сужена, ну, ладно, целая некая такая композиция из двух триумфальных арок с пробивкой ось, ось там, мы дальше еще сейчас вроде бы чуть-чуть еще подобьем, пробьем ее и замкнем, далеко слишком не надо, вот это такие триумфальные арки, ну, в общем, это все в планировочном плане оказалось достаточно выгодно, ну, вот видите, вот два квадрата эти, такие большие секции, как теперь модно, по тысяче метров, и, значит, вот система висящих квартир, там две квартиры, с тех этажом под ними, под всеми шестью, и наверху там большая квартира. Создает некие вот такие внутренние оси, ну, как, в общем, всегда и классическая архитектура, у нее все оси в никуда, они короткие достаточно, но они создают вот эти фокусы такие, один фокус, второй фокус, третий фокус, вот четвертый фокус, ну, это у нас, видите, зеркальное почти, и вот такая, как бы сама архитектурка этого, вот такой некий новый ордер, как мы его себе представляем сегодня, при этом каждый раз это перебивка трех, это другой тип немножко квартиры, там сбивка на три, квартира на две, они все немножко разные. А теперь вернемся еще к одной, я попытался так несколько темок, пропустить, темка, которая нас всегда волновала, у нас много попыток, в разной степени выразительности, там мы даже свой офис попытались сделать целиком деревянным, в той или иной мере, ну, вообще, как бы тема деревяшек, меня волновала с детства, там всю Карелию еще объехал, мне всегда казалось, что если мы говорим о какой-то нашей идентичности, о нашей конкурентноспособности, то единственная тема, в которой мы можем быть конкурентноспособными, это деревянная архитектура, поскольку даже, по-моему, у финнов она довольно натужная, она такая из головы придуманная, дизайн, а уж я не говорю там о всех остальных. У нас как-то это легче получается, более того, по-моему, язык-то уже есть, он просто как-то забыт, ну, не знаю, вот я был очень удивлен, не держа в руках топора, я за два дня в свое время сделал туалет, и вполне приличный, и я не думаю, что какому-нибудь французу, если бы надо было срубить туалет, я, правда, первый раз, в реальном, дрова колол, конечно, ну, а так вот, чтобы что-то серьезное, нет. Я думаю, это очень здорово, потому что что-то там сидит, в этом самом генетическом коде, но при этом, мы так ненавидим дерево, как ни одна страна в мире, у нас, по-моему, все нормы сделаны с такой ненавистью к дереву, вообще ко всему, что просто таким, знаешь, с такой, с пролетарской ненавистью, я бы сказал, ко всему деревянному, и вот как бы совместить то, что единственная зона нашей конкурентоспособности дерево, а вместе мы его ненавидим всеми фибрами своей души, я имею в виду, так сказать, на таком генетически чиновничьем уровне, то это очень трудно, но вот мы пытаемся, не могу сказать, что уж очень успешно, но пытаемся, вот один из наших попыток, но многие это видели, и опять-таки, некоторые старые проекты, ну вот это образцы, извините, что-то плохо пересел, это образцы деревянной архитектуры Томска, Томск еще очень интересно, что он университетский город, ну тут что-то у меня выпало, ну ладно, и вот наш участок, наш участок, Томск, в общем-то, отвернут от воды, он выходит там в двух местах практически, ну фактически в одном центре, здесь такие затапливаемые кусочки, и вот они сейчас собираются небольшую дамбу сделать, и здесь, значит, сделать вот это место, где будет музей. Ну тут несколько моментов. Первый момент, достаточно своеобразная программа, и нам показалось, что для каждой программы это некая часть, ну мира что ли, энергия, там технология человека, это тело и так далее. Мы попытались как бы все заключить в какие-то некие первичные фигуры. Эти первичные фигуры тут же как бы преобразовались в некие фигуры, пересчет вариантов башен разных острогов сибирских, да, от квадратных, пятиугольных, шестиугольных. Оказывается, у них и шестиугольный очень популярный был, очень стандартный почти вариант, остроговые башни, шестиугольные. В результате все это вот в такую, это некое воссоздание Томского Кремля, хотя достаточно условное, все это выродилось вот в такую некую композицию, причем я должен сказать, что меня очень удивило в этой истории, что вообще достаточно мучительно у нас обычно проектирование происходит, ну как и у всех, я думаю. Вот здесь это все было сделано за неделю, вот почему-то как-то быстро и безальтернативно. Ну как, кубик, кружочек, там, пятиугольник, восьмиугольник, все пересчитали, все поставили, и дальше, в общем, оказалось, что вся сама идеология фасадная, она у всех есть. Ну понятно, крестовые эти фермы все колотили, да, в крестике, все видели, и вообще это очень вся авангардная история, и мне вообще, это моя любимая тема, как Желтовский, оказавшись в ситуации, когда у него было только дерево, и взяв как бы за прообраз некий, ну, балаганный, или там, выставочные городки такие, как он стал суперавангардистом, я не знаю, но мне кажется, вот это гораздо более авангардная вещь, чем вот это. Как бы, ну ничего более авангардного придумать по своей схеме, по-моему, трудно, даже как он к той же ферме относится, посмотрите, да, ну как бы, изображая ферму, делает из нее некую игровую такую систему, ну и мы попытались по той же схеме, ну вот, знаете, что еще про прелесть дерева, дерево, когда ты его показываешь, четко можно показать, как делается дом, вот как делается дом из бетона, ну невозможно, да, он скучно выходит, а вот как делается дерево, по-моему, очень здорово, и мы поэтому все деревянные домики показываем в процессе, в процессе их создания, низ кирпичный, там лаборатории, это вытяжки из этих лабораторий, это внутренние стенки бетонной лаборатории, это наружные стенки лаборатории, ну это как бы узлы основные, там наружные стенки, и заполнение вот этих театров, а дальше пошли строить деревяшки, вот смотрите, построили палочки, обнесли их, чтобы не упали, поставили, вот, и вот так, ну не буду повторять, что каждый раз мы сделали, вы сами все понимаете, и вот перекрыли гульбище, которое все это окаймляет, гульбище с видом, значит, на том, закрыли гульбище, остеклили, поставили элементы, и, что-то он не хочет фильм крутить, это я виноват, ну и полетели, да, ну вот, что здесь я попросил бы обратить внимание, обратить внимание, как сам вот язык выстраивается, он выстраивается достаточно элементарно, он выстраивается пересчетом неких вариантов, которые, в общем, сами по себе уже понятны, ничего тут как бы не изобретается, делается вот все как можно делать, просто пересчет вариантов дает какое-то огромное разнообразие, на самом деле, все-таки довольно новый язык, вот такого в журналах редко увидишь, и вместе с тем это что-то другое, да, какой-то другой язык, а так добиться, в общем, самостоятельного индивидуального языка практически невозможно, а вот в деревяшке, в общем, это само получается, и само, и очень естественно получается, ну с интерьерами хуже, значит еще не научились, но там как бы это естественно очень выходит, там просто у нас в интерьерах мы попытались пересчитать всякие антикварные фермы, там ферма кого-то, не помню каких-то там фамилий, каких-то русских конструкторов, там она крест-накрест, так-сяк, ну не все получилось, но в принципе это все достаточно любопытные вещи, ну сейчас рабочку сделали, ну вот вроде после выборов там ожило все, не знаю как, выборов губернаторных, посмотрим, может быть они сейчас и строят начнут, вот это отдельные картинки просто взяты, в центре это башня, куда они хотят дирижабли значит подгонять, не уверен, конечно, может повыше придется делать, пока они что-то с дирижаблями у них сложности, вот опора лэб, которая становится неким элементом архитектурным, ну вот я говорю, язык он как бы сам получается, просто там в разные стороны, досочки как положено, фермочки в крестик, в треугольничек, в диагональку и все, и нам это так понравилось, что получив некий заказ, правда сейчас это все подзакисло, не знаю, на школу дзюдо имени Рахлина, Рахлин это учитель по дзюдо, нашего главного дзюдоиста, вот, а что вы смеетесь, вот этот участок, это значит чисто новый район, такой рабочий район, реально рабочий, таким еще недалеко от парка, вот с таким примерно окружением, и значит, в принципе, достаточно сложная такая программа, эта школа действительно огромной популярностью пользуется, она там вся молодежь окружающая, кто ходит, она там рядом недалеко, ну в таком приспособленном, куда кстати Владимир Владимирович-то и ходил, вот, они вот пытаются новую сделать, там действительно, в общем, тренеры достаточно сильные, но они вот школу, ну одна мальчики тоже говорят плохо, они поэтому гимнастику ввели туда, ну чтобы какая-то такое некое общение было, чтобы не было такой сегрегации, вот, тут там же фитнес общий, тут там же маленький, значит, для спортсменов, маленькая гостиничка такая, ну само собой медицина, паркинг, все прочее, ну тоже попробуем выстроиться, как она выстраивается, та же деревяшка, но выстроенная как бы по японским лекалам, ну как мы их понимаем, эти японские лекалы, конечно, я не думаю, что японцы понимают так, но дзюдо, оно все-таки дзюдо, но вот вылезли из-под земли и пошли вот в этим квадратно-гнездовым пытаться, значит, ну я про функцию пропущу, но это такой, как бы вот, такой японский город, здесь, значит, тренировочные поля, здесь гимназ, ну этот самый, ну фитнес, здесь тренировочная гимнастическая, гимнастика, ну женщина, вот мы вырастаем и все это перекрываем большим залом, вот который, и вот это все вокруг леса, такие вокруг, это такие японские, ну не буду, вот это большой зал, он там либо четыре у него, татами, либо там может гимнастический зал быть, либо одно татами, в целом, вот вырастает, такая, значит, структура деревянная, ну вот напоминающая какие-то такого рода конструкции, в которой все это, значит, и происходит, вот такая она картинка, особенно, по-моему, зимой хорошо смотрит, еще такая работа, на стыке нового старого, ну я думаю, вам просто это может быть любопытно, нету тут каких-то супер, может быть, художественных находок, но я думаю, если это построят, но это похоже построят, прошли экспертизу, и там уже рвутся строить, господа, просто там археология безумная, там с 9 века все раскапывают, до центра земли уже раскопали, вот как кончат археологию начнут, значит, центр Пскова, на берегу реки Великой, ТЭЦ, стоит вот такая ТЭЦ, ТЭЦ взяли, объявили памятником, ну вообще там Оль, вроде бы, это была халтура Оля такая, он на халтуру, видно, какие-то деньги сшибал, там не сильно, по-моему, заморачиваясь, но там были, значит, подпольщики, которые отключили свет во всем Пскове, при подходе русской красной армии, и чем помогли освобождению, как известно, немцы без света не очень умеют, и они как-то сразу резко эвакуировались, говорят, может быть, и от этого, и уже дальше оборонялись на другой стороне, вот это здесь, значит, что мы сделали, мы первое, ну вот, что я считаю, может быть, мы одни из первых, будем в этой стране, мы сделали в ней жилой дом, жилой дом в электростанции, причем не апарт, ничего, а самый настоящий жилой дом, по всем нормам, вот машинный зал, это некий атриум жилого дома, к нему примыкают вот две лестничные клетки, которые, значит, в случае пожара, эти самые занавески-то падают, а здесь просто выходят, некие, по четыре, четыре квартиры со своими там даже садиками, наверху, это, значит, уже такие квартиры побогаче, которые вот этот угольный распределитель, как он там называется, ну, где в котлы там кидают уголь, он, значит, использует там для своих целей. Вот такой у нас разрез, вот это угольное, ну, торф, уголь, там в разное время разное здесь было, вот эти, значит, вот сюда это все падало, и здесь стояли большие эти машины электрические, сейчас мы все это раскрываем, проемы как были, так и были, и вот сюда выходит, значит, жилье. Вот такой это характер, вот в первом этаже у всякой квартиры садики, который, ну, чтобы в окна не подглядывали, он увиден, да, дальше вот у нас там 16 квартир прямо сюда выходят, остальные только лестничными клетками. Вот так мы хотим это сделать. А параллельно нам предложено было сделать несколько домиков в псковском стиле. Что такое псковский стиль, мы так и не поняли, мы очень долго ходили, смотрели, это либо конец 19 века, такие пряничные домики, ну, 19-го, иногда 18-го немножко, как бы от самого Пскова ничего не осталось, и вот мы попытались создать некий такой образ того, как мы сегодня представляем, ну, некую псковскую архитектуру. Ну, во-первых, это такой длинный тонкий кирпич, как тлинфа каменная, окна все разные, таким, значит, неким способом нарисованные, с разной глубиной, с разной немножко фактурой, еще все вставлено из росы, а производство из росов у них сохранилось, и, в общем, мы надеемся, значит, это как-то сделать. Ну, вот планы, если кто хочет, ну, в общем, понятные планы, и вот такие какие-то фрагменты. Ну, вот сейчас, в последнем варианте у нас очень разные заглубления, некоторые на метр, а некоторые почти плоские. Ну, чем мы хотим создать некий эффект рукотворности? Ну, кирпич ручной, само собой, очень длинный. Ну, и почему-то квадратный. Но если псков, мне кажется, все должно быть квадратным. Ну, и такой попроще домик, но это уже дальше. От этого не так интересно. А сейчас я вам скажу, покажу два, две московские работы. Может быть, мы их очень любим, но у нас что-то в Москве все как-то сложно получается. там просто ничего не получается. У нас еще есть третья работа. та совсем тяжело идет. Это угол, может быть, мания величия такая-то, все, лезем куда-то, куда-нибудь, надо попроще начать. Но это угол Тверской и Садовой. Вот этот домик заколоченный, ну, стоит, кто знает, ну, против Маяковского, концертного зала. Вот тоже, но я его не хочу показывать, чтобы не сглазить. А вдруг там что-то. Ну, вот Царев сад. На самом деле, мне очень нравится. Это работа. Жалко, что она не пошла. Это такое странное решение жюри. Три первых премии. пожалуй, первый раз. Вот это, ну, все вы знаете, я не буду рассказывать, но немножко вот про прототипы, как мы их себе выстроили. Как некую тоже, такую, знаете, ну, не балаганное, слово нехорошее, игровую архитектуру, вот как некая игровая архитектура, которая, в общем, в Москве всегда была. И все это я вот честно вам отношу немножко к игровой архитектуре. И нам показалось, что вот это, коли это Царев сад, то это значит вот какие-то такие перголы, да, какие-то вот такая парковая игровая архитектура. И мы попытались, исходя из этой, ну, я не буду тут говорить там про то, что все видят. И вот я остановлюсь на вот этих каких-то картинках. Вот некая, ну, вы видите, да, некую параллель с Томском и прочим, хотя это раньше Томска было. Это некая такая вот деревянная игровая архитектура и попытка, и мне кажется, что это очень какая-то, ну, как петербургский человек, я так понимаю московскую архитектуру, как немножко вот такую игровую и легкую, правильную. Вот мы попытались такую, значит, сделать. Второй у нас объект, который, в общем, мы тоже до большой уровня довели, на самом деле, но тоже не пошел. Это музей Москвы. Все знают, да, этот объект, в принципе, это уже ему проект почти три года, но он, в общем, шел, 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 уже все уже совсем-совсем сделали, а потом он как-то завял. Значит, ну, главный вопрос, и вы помните, да, предыдущие проекты, как соединить это в некий единый организм, три отдельных объекта. Ну, не знаю, мне кажется, самое простое, это их все-таки соединить под землей, неким подземным этажом, а чтобы снять ощущение подзема, подземности, все опустить тоже ниже земли, как мы часто делали в разных своих проектах, то есть вот это уже на четыре там с чем-то метра ниже земли. Вот вам основные картинки просто покажу, чтобы понять нашу идеологию главного проекта. Мне кажется, что та римская архитектура, совершенно фантастическая, которая есть в этом объекте, надо ее просто выявить, и не очень ей мешать. Это главное, что мы можем сделать в этом доме. Ну, там разные экспозиции, я уже не буду комментировать, как эти картинки связаны с экспозициями, но вот это ничего не придумано, это все есть. А это подземный новый этаж. Это подземный новый этаж, по которому мы объединяем все три объекта. Так, ну, тут разные там, где мастерские, где что, там довольно функционально сложная схема. Он у нас начал халтурить. Так, все, с Москвой мы кончим. И вот последний объект, который открылся месяц назад, это музей железных дорог России в Петербурге, около Балтийского вокзала. Если будете особенно с детьми в городе, советую туда пойти. Самое популярное место. У нас там, правда, очереди, но я думаю, с нового года уже они кончат. Очень любопытная вещь, достаточно оказалась сложной. Она состоит из двух частей. Из исторического депо и как бы нового депо. Новое депо получилось довольно хитрое. Там вся железнодорожная, как бы каркас этого депо, он не параллелен границам, потому что это ограничено существующими улицами, а вот этот угол определяется максимальным углом стрелки железной дороги. То есть было не подъехать под прямым углом, не развернуться, там не было участка. И мы пришли вот на такое решение, вот оно. То есть максимально, что мы могли с главного пути вывернуться, а раньше мы не можем, поскольку там чужие земельные участки, пришлось под неким углом порядка 5-6 градусов. Вот видите, план получился. И в результате получилась очень смешная система. Во-первых, куча себе приключений нашли в том, что все фермы разные. Во-вторых, внутри достаточно гибкое динамичное пространство и такие треугольные платформы, на которых можно делать отдельную экспозицию. Внутри это все достаточно заметно. Тут много всяких фокусов. Тут и поворотные круги, трансбордер так называемый, то есть некая система, которая позволяет передвигаться паровозу горизонтально. Этот тут паровоз крутится, все это работает. Но главное из таких заметных вещей у нас есть вторая точка зрения на все паровозы. Ну, условно паровозы. У нас есть точка зрения с моста, который все обходит, обходит галереи и мосты. И с этих мостов ты в разных местах можешь спуститься вниз и увидеть, собственно, что ты видишь. Вот примерно эта идеология. То есть у нас обитаемые фермы. У нас все фермы обитаемые. В этой обитаемой ферме есть мостик, в котором все и происходит. Ну, вот эта историческая часть, но она такая в меру историческая. Она сильно переделанная. Вот она такая была. Вот сейчас она такая. Ну, и вот верхняя точка зрения, о которой я говорил. Переходим в новый. Ну, там многое не так уж хорошо, как хотелось. Там не было этого перехода. Он испортен. Это вот, значит, круг поворотный и к нему вот так. А вот там обитаемые... Да, у нас всюду до паровоза можно смотреть в серединке, сверху и снизу. Снизу тоже точка такая. И такие красные лестницы. Вот ты идешь поверху, смотришь на все, на это. И лестницы, как такие скульптуры отдельные стоят. Ну, а, понизу нет. Ну, извините. Ну, это понизу, там есть отдельный путь, когда ты снизу смотришь. Ну, вот паровоз, смотровую яму такую заползает и ходит. Ну, не все удалось, но, однако, игровое пространство, безусловно, получилось. А теперь я, может быть, скажу самую серьезную, покажу то, к чему мы, наверное, относимся серьезнее всего. Это музей блокады. Был конкурс. Может, кто-то слышал, не слышал. Для Петербурга это очень важное мероприятие. У нас все-таки у многих связано с этим очень многое. У меня там в семье все бабушки и дедушки погибли в блокаду. Вот, значит, соответственно, родители познакомились с блокадой и оба пережили всю блокаду. У нас многие тоже участники этого конкурса. И мы, в общем, как могли, выложились, но, знаете, когда выкладываешься, то почему-то на конце очень блекло немножко получается. Но, в общем, как получилось, так получилось. Но все-таки выиграли. Так достаточно сложный этот отбор был у нас продуман. Немножко, знаете, как у вас реновация, так у нас тут тоже устроили обсуждение, троливали, в общем, все это так по кругу. Всем вымотали кишки и нервы, а потом, значит, уже как-то не знаю, что будет дальше, но сейчас вроде бы все это выходит на какой-то реальный эффект. Значит, брошенная территория, в основном там водопроводная станция главная городская расположилась. В свое время это был, в общем, такой элемент города. Вот Смольный собор, ну, если кто так не ориентируется. Вот Таврический дворец, Таврический сад. И вот это как бы излучено Невы, исторически излучено Невы. Там всегда были какие-то портовые хозяйства и пробивалась некая система дорог. Потихоньку все это было съедено водопроводной станции и вот сейчас водопроводную станцию потихонечку выводят. Здесь планируется туннель Орловский, так называемый. И вот в излучине этого туннеля, ну, поскольку вокруг вот этого круга разворот всех железных, ну, всех дорог там, туннеля под воду. Вот в излучине вот в этой груши вот такой, вот тут нам предложили сделать, значит, наш музей. Ну, участок такой тесноватый, могли бы получше сделать, но неважно. В принципе, он знаковый, достаточно знаковый. Первое, что мы сделали, это пробили улицы насквозь, создали некую систему, связанную с системой уличной, с традиционной, вот этой квадратно-такой гнездовым способом, вся литейная часть всегда была в Петербурге сделана. Сохранили самые любопытные какие-то моменты из водопроводной станции, из исторических зданий водопроводной станции. Создали парк, парк высокий, такой мемориальный парк. И вот некая, как знаковая, ну, не скульптура, наверное, не так, знаковый объект парка, а его мемориальный характер был обозначен, и у нас это и наш, значит, музей. Мы сразу его прочитываем в нескольких каких-то параметрах. Там кто-то сказал, что это курган, и там бабы стоят, знаете, святое место всегда там где-нибудь степной. Кто-то там называет по-другому, это другой вопрос. Но мне кажется, это хорошо, когда есть много названий, даже таких, которых ты бы не подразумевал. Вот как бы идеология построения геометрии. Вот как мы попытались, ну, это такой довольно, может быть, даже дилетантистский подход, но я его очень люблю. Формы, которые никаким образом геометрии не описываются и события, все-таки попытаться описать геометрию. Такой детский, детский рисунок, может быть, детское сознание, но, может быть, оно самое правильное. Ну, вот если город, он стоит в квадрате, как-то, да, в образе, то если он как бы вдруг обороняется, он встает как бы кругом. Ну, как во время драки, да, когда вас мало, а вокруг много, вы как бы всегда в кружочек встаете, да, куда тут детство. Значит, и это все обернуто, зажато, вот как бы врагом, обернуто кольцом, вот это все событие. И все это погребено частично, то есть они высокие сами, но их уже почти засыпало, уже о них почти забыли, их уже вот погребли буквально. Но они пытаются вырваться, они пытаются вырваться физически, и каждый разрыв, это физический разрыв, это там дорога жизни, которая прорвала, да, фактически, это синявинские прорывы. То есть каждый вот них имеет свое название, или там операция искра, деблокирование города, там уже мы как бы прорываемся консоли. И вместе с тем, вот выстоявший город, мы вдруг этот курган преобразуем в некий театр, на котором ты смотришь на живой город, который тебя окружает. А это стоит на излучине, и в общем виды большие, и ты понимаешь, что город-то живет, что все нормально. Вот это как бы идеология, которую мы попытались вот такими картинками показать. Вот так это все выглядит. Значит, это как бы каждый из этих домиков, домов обороняющихся, это как бы музей в музее. Каждый посвящен какому-то, ну, части этой жизни, да, ну, поскольку блокада, понимаете, она очень сложное явление. Знаешь, там можно встретить какого-нибудь там суперлиберала-западника, скажут, да почему не сдали город, да это вообще варварство, это издевательство над собственным народом, только в стране, которая так не любит сама себя, это стандартная фраза. Другой скажет, что это победа, мы там победили, и так далее, и так далее. Но на самом деле, каждая, вот эта блокада, мы пытались, ну, что она и то, и то, и то, и еще чего-то, и еще чего-то. То есть это трагедия, это это, вместе с тем, это победа, огромная победа, и над собой, и над врагом, и вот попытались все это выявить. И вот это как бы музей в музее, я потом покажу их, смысл каждого из этих домиков. Они все разные, этот там оплавленный, тот там совершенно белый, этот там как стена плача там из камня, это вот перекрещенные окна, но это как бы связано с той функцией, которая там предполагается. И вот это вот главное, это вот прорыв блокады, это с видом там прямо на Неву, и туда на Петропавловку, это вот такой, значит, прорыв физический. Как это все сделано? Сделано достаточно в такой сложной геометрии, которой, в общем, мы боролись, боролись, до конца не победили, мы попытались сделать вот такую геометрию, ну, археологических немножко раскопок, да, то есть геометрию раскопанного города, вот он весь такой, ну, не знаю, как это получилось или нет, это отдельная песня, я там по разрезам вам покажу, он немножко заглублен, но не очень сильно на самом деле, больше он это, и вот это те объекты, которые внутри стоят, их восемь, на самом деле очень устойчивая фигура, но видно, что эту фигуру очень сильно мяли, да, и вот этот восьмиугольник, он такой мятый, но сохранивший свою геометрическую структуру, как бы ничего более устойчивое, чем восьмиугольник, придумать трудно. И вот это все вот в таком виде уже как бы снаружи, при этом есть как бы посещаемая часть кургана, которая является как бы театром на выворот, а есть святая часть кургана, которая всегда, значит, засажена травой или засыпана снегом, зависит от этого, которая, ну, ну, и вот уже снятие блокады, это вот мемориальный сад, здесь там всякие моменты, вот примерно так, вот это как бы посещаемая часть кургана, а это святая, а там ров, и через ров освещаются все как бы административные, там, вспомогательные помещения, но все такой свет зыбкий, не очень сильный. И сразу скажу, вся собственная музейная экспозиционная часть, она вся вот в этой центральной части, и в прорывах из нее, то есть это вот сам город окруженный, который как бы прорывается, ну, это вот огороды вокруг, то есть вокруг это некие такие огороды, которые предполагается давать там разным предприятиям, либо группам людей, а это будет такой парк мемориальный с огородами, ну, это вот мемориальный сад, ну, это почти обеззаловка была. Ну, вот входим внутрь. Внутри вот этот круг, круг-кольцо, которое как бы зажимает вот эти дома внутри, это некое кольцо времени, на нем изображены какие-то основные события физически, то есть, ну, сколько бомб упало, какая норма хлеба и так далее, что происходило в каждый день, что происходило на фронте в этот день. И события очень интересные, они как бы дни очень маленькие, ну, им по 30 сантиметров, там, по 50 сантиметров, в начале войны дается дня, ну, в начале блокады, и в конце дается очень маленький кусочек, а в середине, там, 41-й год, это огромный, это там по 2-3 метра, то есть, это вот четко показывает, как бы, что время, оно не линейно, оно вот каждый, там, день, там, зимой 41-го или, там, весной 42-го, это вообще что-то такое огромное, страшное событие, вместе с тем, день 44-го, это совсем другое. И вот мы попытались это так физически только выявить. И в центре вот стоят эти, значит, объекты, и они прорываются всюду сквозь, ну, вот это, как бы, кольцо времени, оно всюду, ну, прорвано местами. Вот прорыв, это, значит, дорога жизни, ну, это как мы сейте в позицию. Или вот это операция Искр, прорыв блокады, выход в Шлиссельбург. То есть, все в контр-ажуре, и ты, как бы, ну, не видишь оттуда свет, ну, поскольку он там на юго-запад, и вот эти отдельные, некие музеи в музее, ну, может, как-то сейчас по-другому будет, ну, которые, как бы, соединяют нас с вечностью, с какими-то огромными такими вещами. Ну, вот это голод мы назвали условно, здесь как драгоценность в таком стеклянном сейфе, вот эти там 75 грамм хлеба, 175, извините, это, значит, скорбь, здесь все время меняются фотографии погибших в блокаду, или там бомбы, где вот летят бомбы, внизу бомбоубежище, ты можешь спуститься, там сирена будет и так далее. Ну, вот как-то это так, примерно мы себе представляли, это как-то вот так себе представляли, это как-то так себе, ну, физически, но это примерно мы, одна из карелия-бомбардировщиков сбрасывает, значит, за один налет, вот примерно столько, и, значит, в принципе, есть эти бомбы все, они сохранились, они все могут быть натуральные, мы их похожими сделали, как они были. И отдельно четыре вот музея в музее, в которых как бы описано, как жил город, за счет чего-то выставил, там музей, посвященный там промышленности, там быту, ну, в смысле, там инфраструктуре и так далее, науке, искусству, то есть вот такие деловые музеи, это просто дома в доме, в которых, значит, вот что-то происходит. А внизу, вот в серединке между этими всеми домами музей дневников, это вот наше такое изобретение, там вообще на самом деле около пяти тысяч дневников сейчас уже собрано, и они очень любопытны, они очень любопытны, они очень разные, как и блокады разные, от таких уропатриотических до совершенно убийственных, трагедийных и ужасных и так далее. Ну вот, поскольку у меня тоже там дневник есть и у папы, и у мамы, они тоже как будто в разной блокаде были немножко. Вот, поэтому это очень интересно, это дает некую такую объемную модель этого события совсем с разных точек зрения. Событие, может быть, одного из ключевых, может быть, вообще в истории 20 века, который, в общем, выявил что-то. И памятный зал наверху обязательно и около этого памятного зала система таких садиков треугольных образуется, ну вот, где можно как-то оторваться от всего этого и как-то посидеть и о чем-то подумать. Ну, давайте фильм такой, ну, он простенький был. Значит, ну, вот, в принципе, это точка зрения с Невы. Здесь видно, что это не дом ни в коем разе, это некий вот, это мемориальный парк начинается. Ну, вот это мемориальная роща, которую мы подняли наверх, и под ней, собственно, снятие блокады уже, вот вход основной. Вон такие прообразы каких-то уже перипторов таких. Это вот прорывы. Это вот неудавшиеся, три синявинских прорыва в каждом из них экспозиция. Ну, и разные входы и с разных точек зрения. Белое, это значит, и зимой. Снегометы надо поставить. Если у нас со снегом плохо, так надо, чтобы он все-таки тут был белым. И мы, собственно, вошли. Вошли. И тут, вот, за что нас многие ругали, я считаю, это правильно, это очень современная схема. Тут нету некоего маршрута, который надо пройти. Кто хочет, условно говоря, узнать, как мы победили, ну, вот это голод как раз. Всюду с проекциями. И ты снова выходишь. Хочешь, как победили, тут некий фильм, они хотели его сделать по кругу. Идет, и ты иди по кругу, в центр не заходи. Ну, а это вот музей дневников, о которых я говорил, там семь комнаток с неким аудиопрослушиванием, может быть, там какой-то визуализацией. И снова ты попадаешь, то есть некая среда, которую ты можешь пересекать там по диагонали, каждый раз выходя на, кривую, как бы, вот эту полукруглую, это временная кривая, то есть чисто по времени все это разложено. А можешь, значит, проходить через это. И вот то, что я говорил, промышленность там с артефактами какими-то. Каждый раз артефакты и визуализация, артефакты и IT. Ну, и вот эти садики, о которых я говорил, и выход, прорыв как бы вот на крышу, и может быть, это такая очень любопытная, но хотим же, как в Москве, чтобы тоже был свой этот самый мост поперек своя маленькая зарядка. Ну, вот разрез, он четко, в общем, показывает какие-то моменты. Вот этот музей дневников, в самом сердце, что ли, снизу фонда хранилища с прямым артефактом, доступом наверх, и вот этот выход, о котором мы сейчас показывали. И виден вот этот ров, который разделяет вспомогательные помещения, там делегации приема, там кафешки, там гардеробы, учебные там помещения от собственно музейных, которые в середине. А в середине это хранилище, фонда хранилища и собственно музей, это вот этот кусочек. Ну, вот как он примерно в панораме, то почему-то всех очень пугает, что он забьет смольник. Ну, а теперь, чтобы немножко, так сказать, сбавить это, я покажу еще один вот этот победитель Сингапура. Это балетная школа Эйфмана в России, в Петербурге. Покажу ее тоже в том виде, как она представлялась, хотя я думаю, почему-то подача это не самая лучшая, но как есть, так есть. Немножко, кстати, вот тоже, что никогда, когда показываюсь, надо всегда какую-то легенду придумать, даже если она неправильная. Звучало примерно так. В жутком там районе Петербурга, там, заводском и прочее, сформировалась вот какая-то балетная группа, которые пытались вырваться из этого ужаса и так далее. Ну, Петроградка, представляете, ужас, да? Самый дорогой, наверное, район сегодня. Ну, не важно. Тут же главная некая идеология. Вот, вот в этих, значит, трущобах, ну, че себе такие трущобики там. Вот, значит, вот здесь, тут внутри самый дешевый кусок земли, там им дали, и вот пытались как-то это все сделать, но оказалось, вот этот исторический дом, на этом месте рядом, вот какие-то, видите, деревянные тоже трущобы, вот, и попытались, вот, значит, на этом месте что-то построить. Значит, куча ограничений, административные, бюрократические и прочие, которые в нашей стране в огромном количестве, таким нас с огромным голосом говорят, если хочешь победить, конечно. Вот, и, значит, вот, что мы сделали три объекта, как бы это общежитие, это административно-спортивный блок, а в середине, значит, пляшут, вот как это все выглядит сверху, а в середине, в общем, пляшут, как бы, эти залы. Ну, реально мы от исторического здания оставили вот эту только Экседру, поместили ее в некий, такой, картинную плоскость, сделали из нее игрушку, перевели ее из архитектуры в какую-то шкатулку такую все это, написали, значит, Академия балета Эйфмана и QR-код, где тут написано, что как бы без балета жить нельзя на свете, там, в общем, это все реальные какие-то тексты такие. Значит, ну, понятно, что выгнули вокруг деревяшки, хотя все равно до нее 7 метров до окна общежития, в общем, довольно сложные там пожарные мероприятия пришлось. И вот эти системы дворов-колодцев практически, которые мы смогли вырезать, чтобы выполнить эту программу. Программа огромная, на самом деле, 12 тысяч на крошечном участке, это очень сложно, разные балетные залы, и вот они пляшут эти залы между двумя, как бы, корпусами. Вот этот процесс проектирования, это реальный процесс, жалко, у нас очень мало осталось картинок с этого. Вот видите, вот зальчики, мы, значит, на спичечках разные величины, пенопластиковые, пытались как-то сделать. Ну и, в общем, как-то это все сделалось. Реально залы пляшут, реально один, крыша одного является рекреацией для вышележащих залов. Реально очень много пробивок, то есть видно по 3-4 плана, но вот можете посчитать, это вниз, это ниже уровень, это два раза ниже уровень, это наш уровень, и он туда еще наверх, ну тут 5 планов точно насчитайте, можно даже больше точек найти, ну что и как есть. И достаточно такая, знаете, была выработана некий букварь, очень простой, то есть в каждом зале один стеклянный фасад, который выходит в какой-нибудь там двор, колодец или еще куда-то, другой фасад, фасад обязательно матового стекла выходит в рекреацию, в этом фасаде есть одно единственное нематовое стекло, куда можно подглядеть, что там происходит, ну чтобы понять, другая еще всегда стенка у зала будет шумоглушащая, а другая будет зеркальная. Вот так, но они по-разному, бывает друг против друга, бывает диагональю, и дальше мы сделали совершенно тоже четкую систему остекления, там все кратно, 80 было, там 80, метр 60, ну и так далее, там в зависимости, и разные ограждения, если ограждение стоит, оно там из палочек, если висит, там оно из стеклянной части, и так далее, то есть в принципе механизм жесткий. Вот посмотрите планы, чтобы было, да, актового зала не хватило места, мы сделали в рекреации его, и посмотрите планы, вот смотрите, один план, вот второй, другой дом, правда, совсем другой дом, там даже колонки пляшут многие, ну, многие колонны нам на балки устраивали, да, понятно, а вот теперь смотрите, третий план, еще один дом, совсем другой, а вот четвертый план, снова другой, все четыре плана, на самом деле, там реально смещены очень сильно, ну и разрезы тоже достаточно любопытные, мы всюду пытались делать узкие, но прорывы, прорывы в город, прорывы к небу, прорывы еще куда-то, то есть, ну, чтобы всюду были дырки такие, они узенькие, там по полтора метра есть дырочки разные, ну, вот кусочек фильма, да, в основном свет весь отраженный, ну, знаете, вот эти, наши причем сделали, в общем, там на коленках, какие-то, ну, вот смотрите, сколько тут этих уровней, там, в праве, на рекреации, да, два пространства, очень четко, это было в идеологии, два пространства, одно пространство игровое, там орут, вопят, бегают и так далее, и пространство залов, они полностью отрешенные, как бы никакие, вот, кстати, театр теней, там реально работает театр теней, особенно вечерами, а там в основном вечерами, вот так все это видно примерно, что происходит, джаз там, или современные танцы, или какая-то классика, а это вот окошко, которое прозрачное, как я говорил, и совсем другая обстановка в основных балетных залах, вот это, кстати, очень популярный зал, как в аквариуме, здесь люди как бы плавают, вот знаете, так, поскольку очень сильное отражение возникает, они все белые залы, цветной только линолеус, но он так отражается, что некое возникает ощущение такого, знаете, наполненностью каким-то газом, да, вот, или чем-то паром, и ты вот как в аквариуме, в общем, это получилось, это все получилось, сейчас мы делаем вторую очередь, я ее нарочно не показываю, там делаем театр на 450 мест, там, ну, в общем, там, конечно, криминальная схема немножко, там у нас рекреация школы, она в вечернее время работает, как фойе театра, то есть, если бы мы сразу начали делать, мы, наверное, остановились, но поскольку это было, знаешь, такое заглатывание пищи потихоньку, то есть, вначале это был актовый зал школы, потом он стал театром на 300 мест, таким как бы школьным, а потом уже на 450 мест городским, то есть, вот так все это потихоньку произошло, ну, вот посмотрим, в сентябре откроем, ну, если еще у кого-то сила есть, я последний такой объект покажу, он довольно любопытный, он любопытен тем, что голландцы с меня гады все содрали, вот это вот все говорят, что мы с кого-то дерем, ну, вот все содрано, мне даже обидно, я не буду говорить про много, про этот самый, про всю идеологию, но вот парк на месте, там, где сейчас парк, где они все заявляют, что мы придумали здесь парк, за два года, как они появились, здесь был парк, второе, это они говорят, что вот мы секционную сохраняем, и в каждой секции живем, пожалуйста, пять лет назад показываем, и для каждой секции даже придумана куча функций, которые могут размещаться в этой секции, и заменяться одна другой, ну, и так далее, ну, я просто так решил, вспомнив, что это Жукова тут крутит, вот, у нас даже был сделан некий такой макет, ну, кто это видел, Нархмосковь мы его привезли, где можно было каждые функции менять здесь, вот, ну, вот, как бы разные выставочные функции, которые могут быть, ну, и именно деревья, ну, во-первых, парк главная ценность, и во-вторых, деревья, они, как бы, моделируют некий дом, который мог бы здесь возникнуть, хотя, если еще быть совсем честным, то идея здесь парка, это идея Ревзина, он у нас там был, и сказал, вот, Григорий Ревзин, он сказал, слушай, надо парк тут делать, это правда его слова, помнит он об этом или нет, не знаю, но это факт, вот, как бы, так мы рисовали этот парк, все, хватит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Микрофон чуть-чуть погромче, свет еще может быть, нам сейчас помогут света добавить, отлично. Дорогие друзья, формат нашего мероприятия предполагает именно живое общение, в это специально вложен смысл всего проекта, для того, чтобы можно было вживую задать вопросы нашему герою сегодняшнего вечера. Есть ли у нас те, поднимите руки, пожалуйста, кто готов задать первый вопрос? Еще какие вопросы есть? А вон молодые люди там. Наверху? Наверху можно задать, наверное, если можно, просто зычным, громким голосом. А у меня, знаете, у меня это было абсолютно безальтернативно, у меня отец был архитектором, он такой был, ну, моральный лидер, условно говоря, и, ну, там, и в три года, по-моему, меня спросили, кем я хочу быть, или в четыре, не буду врать, я сказал на букву И. Все долго думали, инженер, там, не знаю, кто, сказал, как вы ничего не понимаете, архитектором. Вот, значит, я так и архитектором и стал. У меня не было особых выборов, никто меня особенно даже не спрашивал, в общем, как-то это было абсолютно безальтернативно. Там, куда поступать, там еще, там, Лиси или Академия как-то обсуждалась, а что буду архитектором, это как бы никто даже, в общем, честно говоря, и не спрашивал. И меня, и я сам себя не спрашивал. Ну, так. На самом деле, это самое лучшее, когда нет выбора, это правильно. Да, по-моему. У меня сложная на самом деле история. Во-первых, я очень рад, что я окончил Лиси, а не Академию художеств. Это был период, во-первых, ну, как вам сказать, в Академии была система тогда, да, там, в общем, было ясно, как правильно, как неправильно, а в Лиси ее, она была, но она была слабовата. И уже начиная с третьего, четвертого курса, я ее прошибал. И делал, в общем, по большому счету, то, что считал в тот момент правильным. Ну, у меня довольно сложная история. я, в общем, провалился в Академию, что сказать, но не провалился, у меня было две четверки, одну мне поставил двойку. Мыльников сказал, что так натюрморты не надо рисовать, авангардистки, и, значит, меня, хотя меня готовили, надо сказать, десять человек, наверное, я, по-моему, рисовать-то не очень умею, но меня научили, и зайцам можно научить, в общем. И, поскольку грозила армия, я перескочил в Лиси, успел, ну, буквально в последний момент там получил, в общем, по архитектуре пятерки, а по рисунку снова четверку, хотя, в общем, я храню этот, мне так не нарисовать сейчас, по-моему, гениально нарисовать. Вот, вот так я кончил, но я очень рад, потому что у меня очень сильный был курс, удивительно сильный, человек десять сегодня на плаву, там из девяносто окончивших, ну, кто жив еще, вот, очень сильный курс. А Академия, конечно, меня бы сломала немножко, это точно. Потому что там было четкое понимание, что хорошо, что плохо, и так далее, и так далее. Ну, в Лиси, в общем, я честно скажу, я считаюсь своим учителем, конечно, отца, и там, только него, наверное, на 90, на 80 процентов, там, на 10 процентов старшего брата, а на 10 процентов уже, может быть, своих учителей реальных. Ну, может, они обидятся, но это факт, они, в общем, этого знали. Где-то с пятого курса, если по-честному, там уже такое было самостоятельное образование. Дорогие друзья, помимо людей, собравшихся в этом злале, еще практически в два раза больше людей смотрели нас в онлайн-трансляции. У нас есть вопросы из сети интернет. В частности, Кэт задает вопрос. Добрый вечер, Нитит Игоревич. Какую книгу вы посоветуете прочесть каждому архитектору? Заранее спасибо. Ой, не знаю. Я каждому архитектору советую поехать в Латурет и пожить там один день или два в келье, желательно в конце туристского сезона, когда уже никого нет, побродить, полежать на этом бетоне, еще что-то. Я там могу каждому архитектору советую поехать, ну вот из таких неожиданных советов, в Исфаган. Я думаю, это Венеция Востока, даже чем-то она, я думаю, круче Венеции в плане качества и фантастической архитектурной пространственности. Это Корбезье меня надоумил, у него это воспоминание. Это вообще фантастический мир, Исфаган, это, ну, что-то вообще, вот эти дворцы и две основные мечети, это, ну, я не знаю, в общем, я в европейской архитектуре ничего такого не знаю, может быть там, ну, может быть, может быть пантеонная настоль, больше я ничего не знаю. Это я всем архитекторам советую проехать, пока там все не испоганили, или еще что-нибудь, пока там все это подлинно. Ну, могу еще какие-то архитектурные, серьезные там, зимой съездить в Рошан. Я был там, когда при мне все это засыпало снегом, потом туман, потом он стал растаивать. Фантастическая сказка, я целый день там пробыл, и, в общем, фантастический прямо фильм, который при мне происходил. Я был один причем, ну, там, практически один. Вот. Ну, вот такие, вот такие впечатления, мне кажется, они нужны. Они очень нужны. Книги, ну, книги, понимаете, одна книга, ну, я не знаю, это как там сказать, там, ну, за пять минут расскажи о жизни. Ну, трудно, все-таки, не знаю. На Западе говорят Библия в таких случаях, ну, для нас, я не знаю, что говорить. Как-то одной книгой все-таки отделаться не получится, я думаю, в этой жизни. А перечислять много книг как-то не хочется. Из оффлайна вопрос, представьте, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Гридас Новиков Денис, я студент Мархи, первый год магистратуры. У меня, возможно, вполне конкретный вопрос. Я изучал ваш проект застройки территории Конюшина, вы сегодня показывали проект Новой Голландии. Мне вот интересна проблема работы с общественными пространствами в такой плотной городской среде. И просто, может быть, кратко, ваши принципы работы вот с такими общественными пространствами в городе, может быть, даже в жилой среде или вот в такой плотной среде. Спасибо. Когда говорят о принципах, мне как-то всегда боязно становится. Я не знаю, что такое принципы, работа. Я не знаю, это такая странная вещь, принципы. Ну, отсутствие принципов, наверное, тоже принцип в этом плане. Но, понимаете, как тут работать в центре? Ну, вот, если вы заметили, у нас все-таки все такие работы, это немножко такие изобретения, немножко о них можно говорить. Ну, я мало говорил, можно говорить много там и так далее. У нас, ну, вообще мы много говорим. Вот так, собираемся и говорим. Ну, вот вы в мархив, вот Егор Белаш, да, вот он тут здесь присутствует, тут он у нас работал с нами на блокаде. Я, наверное, по-моему, его очень удивило, что мы все время три говорили, 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 и он как-то думал, ну, а как, уже пора вроде. Ну, мне кажется, надо вещи наговаривать и придумывать, конструировать каким-то образом, и чтобы все это было в каком-то ассоциативном ряду, в ряду, ну, нашей жизни, да, из жизни, чтобы это все рождалось. Поэтому, я думаю, главное, когда ты работаешь уже с исторически сложившейся средой, не навредить и понять, что хочет эта среда в этом месте, как бы за нее начать додумывать, придумывать. И, ну, вот, допустим, принцип нашего восточного крыла Эрмитажа, это было как бы додумывание как бы вот Росси, вот, идеи неких Росси. Понятно, что это, ну, он, может, и не так думал, но мы вот как бы выстраивали ассоциативный ряд, вот, некое его, вот этого имперского сознания, того-сего, брали другие и пытались его как бы сделать, ну, вот так и тут, мне кажется, когда ты сидишь, вот как бы, ну, в чем смысл вот Новой Голландии, вот в чем смысл? А, наверное, смысл в том, что это, прежде всего, что это вот отдельные ячеечки, и ни в коем случае нельзя, как остальные конкурсанты, их объединять общими дорогами, путями, нет, они не должны работать как отдельные ячеечки, и эти каждая ячеечка может быть занята в разное время разными функциями, что было задано некая изменчивость, но могут они объединяться три рядышком, наверное, могут, но это некая такая для них уже неестественная жизнь, а естественная жизнь, когда в каждой ячеечке там эти 100 деревьев, как раньше, или там 200, вот это естественно, но в одном дереве, в другое что-то другое, вот, ну, вот, по-моему, главное в этой ситуации понять, что можно и что хочет это пространство, эти дома, эти здания для приспособления это вообще обязательная вещь, что можно и что хочет, вот, что внутренне хочет этот дом, он же тоже человек, да, и у него там свои хотелки какие-то есть, надо вот их понять, как вот можно развить хотелки того или иного пространства, того или иного дома, ну, вот, примерно, если вот вы хотите, вот какая-то такая, значит, идеология, ну, в грубой форме, короткой, конечно, все немножко сложнее, на самом деле. Будем соблюдать баланс между оффлайном и онлайном, там тоже целый список вопросов у нас с фотографией и окончания автора соблюдаются, поэтому читаю, как есть. Никита Игоревич, заранее прошу простить за возможно некорректную формулировку вопроса, поскольку не имею соответствующего архитектурного образования. Меня интересует, какими основными критериями должен руководствоваться, какой подход проявлять собственник компании, специализирующийся на строительстве жилья, не эконом-класса при выборе архитектора, ключевое, при выборе архитектора, исходя из этого, что основной миссией данного руководителя является созидательство, а не личное обогащение. Спасибо. Непонятно, это вопрос или заявление? Не, но тут все ясно. Умный девелопер должен выбирать студию 44 и вы на Никита Игоревич. Браво, браво. Если он умный, конечно. Не эконом-класса. Ну, слава богу, их не так много. Значит, ну а так, я не знаю, мне кажется, что я часто говорю, знаете, вот такую вещь. Знаете, двоих этих менеджеров или как там это все слова, у меня плохо произносятся эти последние, послали в Африку обувных. Один вернулся, говорил, да завал, ничего, там все босиком ходят. А другой приехал совершенно восторженный, слушайте, да там же все босиком ходят. Поэтому, мне кажется, вот это главное быть вторым менеджером, а не первым. Поэтому надо придумывать, мне кажется, новые форматы, искать их. Там, ну, некая косность. Понимаете, сейчас все эти девелоперские конторы большие, серьезные, они настолько забюрократизировались, что наше государство просто им вообще в подметки не годится. Там эти отделы продаж, которые тетки знают, как продавалось 10 лет назад, они уверены, что еще 100 лет так будет продаваться. Там уже эти все системы настолько закостенели, все эти прохождения, текусловия и прочее, что вся система нашего законодательства это просто гибкая и великолепная система. Причем это произошло за последние 5 лет и просто в этой системе уже, по-моему, они все должны разориться в ближайшее время. Ну, извините, конечно, но мне кажется, что к этому дело пойдет, потому что на самом деле поиск новых форматов, их опробирование, поиски даже в других городах, ты говоришь, ну вот слушай, в Москве же это продается, вот посмотри, вот это. Не, ну Москва. Я говорю, ну так чего тут, господи, у нас половина, только что ты мне говорил, что у нас половина покупающих из Москвы. Ну вот, понимаете, настолько все это зашорено, на самом деле, скажем, что у меня просто, меня, что вот квартира должна быть 32, это столько-то, 1,58 там, туалет, 3,12, это там, если это комфорт, то это 3,38, до пятого знака в этом самом. А ты говоришь, ну слушай, ну у меня дешевле 4 сделать в этой схеме. Нет, отрежь и выкинь. Может, это же больные они все. Поэтому, в общем, это сложные ситуации, но я думаю, главное, ну вот как вот винзавод там, или, допустим, артплей. Видно, что нормально люди соображали и много денег не тратили. Вот мне кажется, для вот девелопера сегодня надо чуть-чуть расслабиться и как-то понять, что люди разные, что они не все там вот ходят строем, вот с деньгами люди, значит, а уже все-таки сегодня как-то не совсем строем, немножко думают, немножко больше, чем сами девелоперы. еще один вопрос из оффлайна. Петухов Дмитрий, четвертый курс Мархив. Я бы хотел задать вопрос, какую роль… Я не хотел здесь обидеть присутствующих великолепных архитекторов, но просто, если меня спрашивают, я должен ответить, куда надо идти. Какую роль в жизни архитектора играет семья? Какое место занимает? Ну, как у любых людей, архитекторов, не архитекторов, очень большое, очень большое, но у всех разное. Ну, я несколько раз выходил замуж, как говорю, поэтому, но у меня это всегда большую роль играет, а я даже эпизод первой жены, второй жены, то есть, временные какие-то рамки, фараоны первой династии, второй, вот так у меня есть такая рамка, конечно. Ну, честный просто мужчина, наверное. Давайте все-таки ближе к профессии, потому что немножко… Да, вот скажите, пожалуйста, вы всегда с работой. Каким образом к вам приходят заказы? Как вас ищут? Вы ищите, вас ищут. Что в основе является? Что получается? не знаю, не знаю, тут дело такое, ну, во-первых, разные были периоды, были тяжелые, вообще в Петербурге тяжелых периодов было очень много, были периоды очень тяжелые, у меня после Ладожского, поскольку мы все делали Ладожский, там смена какая-то, никто не занимался какими-то предпроектами, у меня вообще полгода ничего не было, почти мы там еле выползли. Разные периоды были, это раз, и во-вторых, у меня сегодня, сегодня у меня такое ощущение, что чем больше работы, тем меньше денег, вот совершенно четкое ощущение, что это даже как-то прямо зависимое, если взять бы один заказик и самому сделать, то было бы как-то, по-моему, с деньгами повеселее. Как приходят? Ну, ну, по-разному, начинали очень, многие приходили, но поскольку, ну, кто-то приходит, что говорят, вот он крутой, он там все согласует, да, многие приходят после третьего, четвертого архитектора, когда либо им не нравилось, либо не согласовать, там, в той или иной степени, очень много, это у меня, кстати, половину почти работ таких, я уже на третьей руке, да, оказываюсь, там, или как это говорят, многие приходят, есть постоянные заказчики, которые примерно рассуждают так, ну, не знаю, конечно, делают тоже фигню какую-то все, но парень хороший, мы с ним там дважды на рыбалке, вообще хорошие, да ладно, ну, вот все равно он хороший парень, мы хотим, нет, то, что он делает, вообще, по-моему, не очень хорошо, мне вот там в классике, вот колонки больше нравятся, приезжаешь к нему, там, на даче, думаешь, господи, твой заказчик любимый, да, как же это так бывает, вот, разные, слушайте, это разные, ну, я говорю, в России надо жить долго, потому что, если у тебя все-таки более-не-менее нормальная репутация, все знают, что ты там никого там не бросил, каких-то подлянок не устроил, или там не провалился по-глупому, не исчез куда-то на полгода, когда все у тебя или еще что-то, и все-таки это какая-то система, но у нас все-таки большая очень мастерская система, которая, ну, устойчивая, это же тоже очень у нас важно, да, то есть, ну, у нас же не реклама, у нас же человек человеку сказал, да, сказал, да нет, ну, с этим можно, ну, слушай, ну, он же такой же, он же там дорогой, вот это любимое, дорогой, почему дорогой, хрен знает, вроде не особо дорогой, но дорогой, он же капризный, он же, слушай, ну, а другой говорит, да нет, ну, 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 договориться можно, Ну там где-то, но он иногда и прав бывает. Вот примерно вот такие разговоры в банях, они, мне кажется, и определяют, так сказать, нашу репутацию. Еще один вопрос от прекрасной части нашей аудитории. Увы, всякие стилистические предпочтения и качество архитектуры, я думаю, это не первое в выборе архитектора пока в России. Не знаю, может в Москве по-другому, у нас-то точно рынок маленький. Добрый вечер, меня зовут Анастасия, я архитектор проектирующий. И первое, наверное, что я хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня с нами делились частью своей работы и рассказали о ней. А второе, у меня есть два вопроса, меня интересующих как практикующего архитектора. Один из них связан с тем, что сейчас все приходит на объем технологии, все дальше, все глубже, все сильнее. Все-таки, насколько остается часть эскизирования в вашей работе, такая ручная, и с какого момента вы переходите именно на BIM, то есть именно на эту структуру. Я посмотрела, у вас значится, что вы очень строго требуете ревит для работающих архитекторов. И второй вопрос связан с деревом в архитектуре. Действительно, вы обмолвились, что очень много сложностей, ограничивающих его введение. Так вот, как вам удается побороть все эти сложности и все-таки прибегнуть к применению дерева в ваших проектах? Ну, первое, это, в общем, для меня такой очень любопытный, на самом деле, проблема. Мне кажется, это проблема многих молодых. А у меня она очень смешная проблема, потому что у меня очень много академистов, но поскольку я все-таки преподаю, хоть там немного, и, соответственно, у меня там, ну, три четверти из Академии художников. Они великолепные рисовальщики, большинство. Там их смотришь, там клоузуры какие, думаешь, гений, гений. Потом начинает чертить, думаешь, господи, что же это за тупость-то такая? Вот, знаете, есть такой поговорка, орангутанг, у него жутко сильные руки. Он может сломать там тигра, просто задушить его. Но он кусается, потому что он с детства кусался, да? И вот мне вот эти ребята напоминают, я их все время с орангутангами сравниваю. Чего вы все кусаете? У вас же очень сильные руки. А вы бьете по этим клавишам, эти коробочки у вас все вылетают, у всех одинаковые. У вас там третий курсник в каком-нибудь, ну не в каком-нибудь, не знаю, техникуме. У него это, в общем, так же примерно получается, и картинки примерно одинаковые. Это вот я о том, что все-таки я думаю, что через руки, руки как-то с мозгулькой быстрее связаны, чем через компьютер. Они как-то быстрее, понимаете? И потом, нарисовав какую-то линию, ты в ней там три смысла видишь, да? Четыре. Она может быть там и деревом, и тем, и тем, и тем. А нарисовав линию в компьютере, у тебя один смысл, это палка вот такой толщины, которую ты назначил. Поэтому там гораздо дольше выразить некие мысли. Поэтому я это вот четко уверен, не потому что я сам не умею, хотя и в этом, наверное, тоже свойства. Я один у меня с мастерской, который, в общем, не умею. Ну, я уже, наверное, не научусь как английскому, так и этому. Я считаю, что это должно возникать, ну, как какой-то дополнительный материал, когда труднее, ну, и на каком-то все-таки этапе. На каком-то этапе. Ну, а все эти бимы, шмимы, ну, они понятны, это все нужно подрядчику, потому что это быстрее, там, с айпадом у тебя все материалы есть и так далее. Ну, что делать? Ну, надо играть в эту игру до какой-то стадии, там, где-то, как-то, ну, желательно не забывая о смысле профессии и как-то это делать. Ну, а вот про рисование, я вот сказал, мне вот это, я уверен, знаете, у меня это хуже, потому что, ну, при всем моем уважении к Мархину, рисуют там, ну, у нас там рисуют, ну, просто, ну, рисуют. Ну, ребята, рисовальщики от бога, там, ну, смею вас уверить, там, ну, Чё бы нам далеко не лучше было, когда окончили, таких много, но они, вот, переход к проектированию очень затруднен, очень затруднен. Я даже не могу понять, что это, и причем они сами себя ограничивают, в этом какая-то, не знаю. И крайний вопрос из зала, и дальше у нас еще будет много времени для личных вопросов и для второго в сессии, поэтому… Ну, господа, но это такая тема, это, ну, ну, как, ну, если 60-х, то это Ахмедов, конечно, Ашхабад, Ахмедов – огромная школа, которая сегодня физически уничтожена, все эти объекты, я был в Ашхабаде относительно недавно. Ну, так, это очень специфическое проектирование, потому что, ну, во-первых, у них такой гипертрофированный национализм, очень сильный, причем, ну, он же и у русских, которые в Казахстане некий такой болезненный немножко. А во-вторых, ну, во-первых, все немножко дешевле там наш труд, да, поэтому конкурировать довольно сложно, ну, даже не немножко, так, раза в полтора. Ну, как и в регионах тоже, те, кто был, знают. Поэтому дебет с кредитом свести очень сложно. Ну, есть там плюсы, ну, вот в Казахстане, почему мы так? Там плюс в том, что там, я уже говорил, там есть один жюри, там у нас там как-то решается либо сговором, либо предпочтениями, либо как, а там жюри, жюри, а там выходит Нарсултан Абишевич и говорит, мне этот проект нравится, и точка. И как-то каждый раз, когда мы подаемся что-то, все ему, мы нравимся. Поэтому мне, ну, это не факт, что ты построишь. Вокзал ему очень нравился, он нас проталпил, но построили турки. Так что мы выиграли все, что могли, а система там работает по-своему. Так что, ну, вот так. Ну, они периодически зовут, мы делаем, снова что-то выигрываем, как-то нам платят, но результаты там разные. Ну, и последний вопрос, наверное, для открытой нашей части. Все-таки наш проект в целом имеет в высшей степени, наверное, образовательное и такой аспект культурного наследия, именно с акцентом на слово наследие. Для большого количества молодой аудитории из Мархи, которые здесь собрались, или других студенческих и архитектурных вузов, какое бы вы дали напутствие для того, чтобы преуспеть в этой профессии и передать свой факел этим будущим поколениям? Ну, слушай, ну, у меня, я немножко говорил, как бы, немножко возникает сегодня ассоциация студии 44 с Евэйном, на самом деле это не так. Ну, вот кто знает, у меня очень много молодежи, очень сильной молодежи. Я сейчас многих ввожу в партнера, если кто там как-то отслеживает, видит. У меня фактически основные партнеры молодежь сейчас. Они как бы руководят бригадами и потихоньку берут на себя все. Это понятно, ну, прыжок произошел через поколение, увы, это все 30-летние ребята. Как бы у меня выпало, у меня нет почти 40-45-летних сильных. Ну, это, наверное, перестройка виновата. Но если так говорить, то, понимаете, какие-то немножко надо быть упорней. Перейти, перейти, тити, 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 тити. И совершенно все вот стали очень много обращать внимание на окружающую среду. Там, с этим хорошо, с этим плохо, этот против, этот не против. И при этом корчит из себя мужика. Я говорю, если мужик, да ему плевать кто. Ты вот этого хочешь, там так, ну и при себе. Вот пока в стенку, а стенку там немножко обойди, при дальше. Вот не хватает этого какого-то. Вот он меня обидел, он не понимает. Вот что-то там не получилось. Где-то у меня где-то чешется, все прочее. Вот с этим всем, ну, в нашей профессии никак. Вот перейти, перейти, ну, особенно вот там в Петербурге, где, в общем, все хуже немножко, чем в Москве, где и, как бы, выбора меньше и так далее. Ну, там только вот какая-то такая целеустремленность и нечувствительность к окружающей среде может тебя спасти в этом мире. Ну, вот это вот, у меня очень много, так сказать, молодежи, хочется это сказать. Вы очень нежные все какие-то, ну, чувственные там, какие-то тонкопереживающие и так далее. Да, меняйте профессию, правда, тонкопереживающие в нашей профессии не место. Нам, а уж, которые обижаются, это просто, по-моему, профнепригодный. То есть, значит, я вот, надо быть, в общем, очень сильно самоуверенным. Ну, и, конечно, очень много работать. Вы вот все-таки смешитесь, смеетесь, смеетесь. Ну, у меня там американец был, ну, как? Ну, они привыкли. 12 часов в день, нормально. 30-летний парень, 12 часов в день, суббот, значит, суббота. Надо воскресенье, надо воскресенье. Это в сознании америкоса там с детства впитано. А у нас там вот, вот, я в субботу. И вот он будет там три недели рассказывать, что он субботу-воскресенье, а еще одну ночь не спал. Ну, вот это, понимаете, мы же не конкурентоспособны. Вот правда, вот с американцами. У меня просто дочка там в Америке училась, все прочее. Она такая, но это тоже плохо. Они тоже повернутые все, сдвинутые приезжают. Но, в принципе, ну, это нормально. В какой-то период, вот после окончания там где-то, и до там 32-33, когда там уже не 5, а 3 у тебя, то все вот, кто вот чего-то добивается, у них там, ну, 60, допустим, часовая рабочая неделя, это немного. Понимаете, а как иначе? Сейчас либо густо, либо пусто, и это все, и будет все хуже, мне кажется. Ну, вот я вот, эти два момента, они вне профессии, вот как бы насчет обижания и работы. А наши как-то вот, я тут 5 часов проработал, меня не поняли, я в этой, как его, в стрессе. Дамы и господа, с вами был Никита Евэйн. Никита, вы можете пока отдохнуть немножечко, присесть в зале, потому что мы приготовили большое количество степени, в том числе и для вас. Спасибо большое. Потому что все-таки у нас сейчас предрождественская, уже можно сказать, неделя, нам бы хотелось, чтобы максимальное количество людей ушло сегодняшнего вечера с подарками. И, естественно, в первую очередь, в самую первую очередь, люди, которые сделали этот проект. Архитекторы, которые были с нами в течение года и которые сегодня с нами в первую очередь. Я бы хотел помочь моих коллег из IGC и из нашего, из компании-партнера сегодняшнего вечера Марк Глаз сюда подойти поближе и вручить специальный приз для Михаила Хазанова в март месяц. Мы идем к хронологической последовательности. Михаил, можно вас позвать еще раз? Мы помним ваши жизнеутверждающие рассказы про вашу жизнь и про вашу творчество в архитектуре. Ребята, можно специальный приз для Михаила Хазанова компании DC и от компании Марк Глаз специальный сертификат. И вам все хотят узнать, что это, что это за сертификат и что такое вообще Марк Глаз. Бывают два слова буквально. Спасибо. Спасибо. Обниматься, целоваться. автор незабываемого тезиса Кусачок в который все хотят попасть. Спасибо вам большое, Александр. Шло время, прошло лето и наступил октябрь. И в октябре мы помним все выступления незабываемого Бориса Левиант. Борис, можно вас? Те, кто не имели возможность увидеть это вживую, опять же, управляем вас на сайте GC. Это все можно увидеть в YouTube. Это все уже стало наследием нашим общим. Так что то, что вы делали здесь, теперь уже вашим потомкам идет дальше. Спасибо вам огромное за вашу плату. За октябрем пришел ноябрь и Андрей Александрович Черняхов был на сцене. Андрей Александрович больше всех готовился. Он был на всех практически выступлениях. То есть это действительно было, наверное, самое-самое-самое выступление, которое впитало максимум себя, всего лучшего, что было до ноября месяца. Спасибо вам огромное от компании GC и, опять же, магнитно-стеклянная панель от Mark Glass. Спасибо вам. Ну и, естественно, декабрь месяц. Никита Игоревич. Похлопаем вдвойном, вдвойном. Вы видели это вживую. Все остальные на YouTube будут смотреть, а вы это видели вживую. Вы внукам будете рассказывать. И еще специальный приз. Ну и, естественно, самым лояльным из самых лояльных. Есть у нас люди, оказывается, которые были на этом мероприятии все 12 раз. И подписали 12 открыток с архитекторами, которые представляли свои творения. Архитектор Куцешко. Извиняюсь, Куценко. Стелла Витальевна. Извиняюсь сразу за пронанс. Стелла Витальевна. Все нормально, я сказал, да? Вот в словах буквально о себе и как вообще, как так получилось, что вы каждый месяц были с нами? На самом деле, действительно, здесь не только студенты. Сюда ходят действительно практикующие архитекторы, дизайнеры, художники. То есть этот проект действительно очень-очень интересен и очень познавательен для каждой среды творчества, в том числе. Поэтому все, что мы здесь участвовали, это останется, наверное, в долгие годы, и в будущем каждый месяц. Поэтому еще раз спасибо компании-организваторам. Спасибо каждому, кто принимал участие в нашей коммуникации. Это было действительно круто, это было действительно нужно, и это очень-очень приятно, что все произошло. Спасибо большое. Спасибо вам. А еще у нас есть человек, который был на всех 12 мероприятиях и собрал 12 автокровов. Владимир Потухтин. Владимир, вы с нами, я уверен. Владимир, невероятно. Владимир, вы с вами, я уверен. В этом году мы были в ток-ток-ток-ток. И в 87-м году мы нашли в ток-ток. Мы включили этот проект, мы с третьими, как эти пирмы меняли общество, мы все чуть-чуть меняли. Мы с вами, наверное, это выросли в текаре, и все-таки, и все-таки, мы с братом, Игорь Легей, Олегом Игоревичем мы проектировали особенный клип в Агрокольскую переулку в Аптекарском огороде. Борис Левянт долгое время работал в офисном здании, который он уникал в Аптекарском огороде. Он был предприниматель, как искусственник, для которого мы сделали офисное здание на Шавовке. Он работал с Сергеем Эскуратором и сейчас он строит гемоскоп на Макбекке. Так что очень много проектов пересекалось. Спасибо. Отдали, отдали. И открытка номер три. Александр Кошмар. С нами, Александр. Отлично. Супер. Спасибо агентству от DC за эти замечательные, интересные месяцы. И, конечно же, для нас эти замечательные архитекты. Спасибо еще раз. Ваш приз. Дорогие друзья, ну и перед тем, как мы перейдем к самому интересному, естественно, части нашего мероприятия, я бы хотел позвать на сцену людей, без которых все это было бы невозможно. Андрей, можно какую-нибудь жизнеутверждающую отбивочку? Потому что все делают люди, естественно. И в этот проект делали люди, в первую очередь. Я бы хотел позвать на сцену Веронику Долгань, матерь этого проекта, биологическую, я считаю, матерь этого проекта, Вероника Долгань и DC. Елена Леонидовна Косаренкова, крестная матерь нашего проекта, без которой, без которой, да, естественно, все это было бы невозможно. А Оля, Оля, Оля Яблокова, можно тебя позвать? Все, что вот здесь происходило, все на ее хрупких плечах с точки зрения организации и так далее. Еще была Настя Бостон. И, естественно, ребята, которые за пультом ставили эту всю музыку, все видео, все снимали, все выкладывали в интернет. Андрей Снапков, который все это делает интересно и очень вкусно. Давайте поаплодируем вот этой команде. И перейдем к самому интересному. Еще раз спасибо огромное всем участникам, архитекторам, всем людям, которые было это интересно. Надеюсь, что мы это продолжим. Нам нужно продолжать, скажите, пожалуйста, это имеет право на продолжение? Да, мы будем тогда. Возьмем паузу и дальше продолжим. А сейчас самое интересное – банкет. Мы утроили количество алкоголя, закусок и все остальное уже предрождественское время, поэтому чувствуйте себя как на предновогодней ночеринке. Еще раз спасибо огромное. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok